В Благовеченский кафедральный собор Биробиджана прибыл ковчег с частицей главы преподобного старца Силуана Афонского, который долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная и непостижимая. В серебряной ковчежице святыни, которая хранится в Пантелеймонном монастыре на Святой горе Афон, поспешили встретить духовенство и жителей еврейской автономии во главе с епископом биробиджанским и культурским Иосифом. Преподобный Силуан Афонский родился в 1866 году в Тамбовской губернии. Еще в детстве он возлюбил Господа всей душой. Отслужив армейскую службу, Силуан отправился в Грецию на святую гору Афон в обитель великомученика и целителя Пантелеймона. После принятия монашества, совершая непристальную молитву, Силуан пребывал в постоянной внутренней борьбе. Главной его заботой было удержать благодать Божию, которая то приходила, то отступала. Неся тяжелые физические послушания, преподобный прожил в монастыре почти полвека и скончался там в 1938 году. Писания подвижника о сущности христианской жизни получили большую известность. В 2000-м блаженный старец был причислен к лику святых. После своей блаженной кончины старец Силуан многим являлся в видении и многим помогал в различных обстоятельствах жизни и исцелял различные физические и духовные недуги. Пусть молитвы преподобного старца Силуана помогут и нам с вами, братья и сестры, стяжать в сердце своем благодать Святого Духа. Помогут и нам с вами приобщиться к Царствию Божию. Потому что ведь Господь Спаситель в Евангелии сказал, Царствие Божие не придет с соблюдением и не скажет оно там или здесь. Царствие Божие внутрь вас есть. Царствие Божие достигается, как свидетельствует жизни преподобного Силуана Афонского, великим трудом и подвигом. И особенно трудом очищения своей души от множества грехов, которые совершаем мы в нашей жизни. В 70-х годах XX столетия известны случаи многочисленных исцелений от главы преподобного, которая хранится в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне. Но не каждый может совершить путешествие в Грецию. И, как известно, на Святой Афон запрещен вход женщинам. Теперь возможность приложиться к святым мощам преподобного Силуана появилась и у верующих автономии. Ковчег с частью главы преподобного старца Силуана Афонского будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе достаточно продолжительное время. Мы надеемся, что к нему смогут приложиться и паломники, которые прибудут поклониться святыням и на Пасхальной Седмице первую неделю после Пасхи. Также мы ковчег будем выносить по воскресным дням. И, конечно же, к этой святыне будет открыт доступ для всех желающих, кто придет в воскресные дни молиться за утренними богослужениями. На встречу со святыней в Благовещенский кафедральный собор прибыли паломники со всей автономии и соседнего Хабаровска. В этот день все получили возможность приложиться к святыне. Каждый уносил с собой образок преподобного старца Силуана, освященный на его святых мощах. Цель одна – встретить мощи святого, потому что это святой афонский. Он много лет прожил на Афоне, подвязался там. И Господь одарил его таким даром любви. И нам учиться этой любви у него, учиться служению Богу. Врачуют души верующих и писания подвижника. В них Силуан свидетельствовал о спасительности евангельской истины, подтверждая главные ценности во все времена – нравственные и духовные основания жизни. Наталья Шуплецова, Андрей Вилков, пресс-центр Биробиджанской епархии. Для телеканала «Союз».